Вот входная зона тепличного микрорайона, где каждый день проходят жители, что с остановки с одной, что с остановки другой. Повезло с погодой. Случись дождь, тебе сапог не обойтись. Был ли здесь асфальт, не помнят и сторожилы. Это в тепличном, самом людном месте. До конца недели посчитайте, сколько это будет стоить, и продолжение мне на стол. Подсчитаю точно, но приблизительно, можно сказать, уже сейчас. Заасфальтировать дорогу здесь обойдется 2-2,5 миллиона. Сумму, которую может выделить городской бюджет. Но часть работы по благоустройству жителей тепличного готовы делать сами. То есть, хотелось бы облагородить именно от моста и до моста с обоих сторон. На субботник к берегам Золотухи планируют выйти и школьники, и жители района. Возглавит это движение ТОС. Территориальное общественное самоуправление тепличного официально зарегистрировано первым в городе. На подходе еще полтора десятка, но здесь уже к делам конкретным перешли. Знакомство в списке дел за номером один. Я недавно встретила в нашем подъезде мужчину, да, ему 89 лет будет в июне. А он, оказывается, всю войну прошел от начала до конца. Он еле ходит. А мы даже эти не знаем ведь. Вот охота, чтобы мы все друг сплотились и все друг про друга все знали. В ТОСе друг друга и узнают. Компанию обычным жителям района в нем уже составили и депутаты городской думы, и работники управляющих компаний. И навстречу ТОС тепличного, первый в городе, пригласил главу. Сотрудничество с городской властью уже, можно сказать, состоялось. И вот в этом дворе наконец-то появится газон. Договорились. Никонов даст земли. Две машины сюда привезут, вот на эту территорию. В эту субботу надо все это засеять. Жители возьмут грабли, лопаты там обеспечить. Взяться за грабли жители готовы, но и в свою очередь ждут помощи от власти. За общение с нею теперь отвечает председатель ТОСа. Список местных нужд он знает наизусть. В ближайшее время хотелось бы решить транспортную проблему, чтобы транспортное сообщение тепличного с остальными районами города наладилось. Врач общей практики, это было бы замечательно, если бы у нас это получилось. Но в решении нескольких проблем тепличного глава посодействовал прямо здесь, на месте. Один звонок начальнику городской полиции и жители надеются, проблема парковки на тротуарах будет решена. Привет, Евгений Артемович. Я попрошу направить сюда участкового и составить протокол на те машины, которые стоят на газоне. Да, в тепличном, потренировать надо людей. И по максимуму выписать штрафы на это дело. И по словам главы, власти дальше будут активно помогать ТОСам. А те, в свою очередь, с управляющими компаниями наладят связь. Такой взаимовыгодный тройственный союз. Договорились, что на следующий год мы должны этот район вылезать, сделать из него показательный район. Юлия Махова, Василий Попорин. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова